Друзья, ну что, начнем записывать новый влог, последние вроде неплохо идут, еще раз благодарю за ваши лайки, за комментарии, за поддержку в целом И популярный вопрос есть, когда же мы покажем видео со свадьбы, до сих пор его не получили, я вообще понятия не имею, насколько долго это будет продолжаться Я написала видеографам, они сказали, извините, немного задержимся, они должны были до середины декабря нам отдать, сейчас уже, считай, середину декабря Я думаю, все равно пораньше отдадут, неужели у них столько заказов и как бы декабрь как-то уже Потому что задерживаются еще 2-3 недельки точно, поэтому будем ждать Вот так вот, друзья, сам офигел на самом деле, думал, все-таки нас порадует и пораньше скинут, чтобы мы посмотрели, вам выложили В итоге уже уедем с тобой на Кавказ, дай бог, если не после Нового года, но все отдадут А еще у меня есть новость, я нашел в стерлинных штанах 500 рублей, они так хрустят, я аж их боюсь разворачивать, но потратить быстрее, иначе они развалятся Так приятно, когда денежку нахожу А в детстве, ебушки-воробушки, когда я находил 50 рублей Я просто себя рокфеллером считал Было у тебя такое? Просто 50 рублей! А раньше, между прочим, на эти деньги можно столько всего было купить Ну ладно, вот этот холивар ностальгический я отложу на потом, мне надо шапку найти Катюк, как обычно, помоги, а? А зимой я хожу в основном, ребят, в кроссовках, вот, обратите внимание Нет, в красный хотел Прям в красный? Ну, прям в красный Ну, хочешь серую? Да, давай А еще какая-то серая есть, нет? Ну, моя Ну, а где она? Ну, какую именно серую лучше? Такую или такую? Да, вот эта, моя Давай А это у нас, кстати, упаковка сдековская, которую я показывал в прошлом влоге со свечами Мы действительно этим пользуемся И вот, буквально, вот, несколько минут назад потушили Вон, видите, водичка Еще не застыла Да иду я, иду Почему от доброты Вода в жестокий твете Так много разных пачек Вся такая барашчатая, господи Пальто, сумка, варежки Отстань, отстань У тебя даже вот эти немножко такие барашчатые Осталось такого быть Нет, не надо мне ничего Все, что мне нравилось, барашчатая я уже купила Наконец-то А мне-то как хорошо Потому что деньги не придется тратить Все, друзья, начали влог И мы поехали кататься, пить кофе Слышишь, со свадьбы просят видосик, но есть со свадьбы свадебного танца Рилсик шорт я выложила, так что можете глянуть Катюхе, залетайте В шортах есть Танцевать я не умею Кое-как это сделаем Ну, вы бы, в общем, сами все увидите Это самый милый вообще кушащий видос, который у меня только есть Понимаешь? Понимаю Танцевать он не умеет Слушай, даже очень хорошо Я говорю, мы с инструктором болтаем, поэтому я просто еду и ему вопросы задаю, которые меня интересуют Ну, не было вот этого стресса какого-то? Нет, я села, мне тронуться было сложно Я села такая на водительское Поздоровалась, говорю, что делать Говорю, мне стрёмно Вот, говорю, давай, сейчас это втянешься Ну и всё, я включила передачку Такая-то, начинаю трогаться А мы ещё заехали на парковку И там как бы, ну, месиво вот это всё И я начинаю трогаться И впервые в жизни я чувствую, как машина вот Я же на пассажирском всегда сижу, когда тебя заносят Ну, в плане, вот так вот тебя шароёбят С одной стороны в другую А тут я сидела на водительском Как бы сама управлялась ситуацией Я чувствую, как машина начинает по вот этой каше такая, типа, вся плясать Валкая становится Ну да, да И мне нужно вырубить из этой каши на дорожку Она тоже не особо была, кстати, почищена Но лучше, чем вот мы где-нибудь стояли Вот, я это прочувствовала, думаю, окей И самый первый был у меня вопрос Это просто кто сдавал, знает Что на экзамене, ну, обычно просят Ну, инспектор ГИБДД Он просит показать в какой-то момент максимально разрешённую скорость Ну, то есть, если это обычная дорога, 60, да? Вот, и я спрашиваю у инструктора Говорю, а меня будут просить максимально разрешённую? Просто я ехала, там, не знаю, максимум 30, наверное, потому что я поехала хотя бы 40, меня уже занесло То есть, там всё так, ну, каша такая И он говорит то, что зимой, наверное, не будут просить всё-таки Вот, поэтому мне стало полегче, чтобы, как бы, в этом плане будет осторожно Знаешь, почему я остановился? Почему? То, что я не смогу тебя вот так вот за плечо держать Тут очень узкая дорожка А у нас в жопе мира, да? Да, у нас машина в жопе мира Ещё знаешь, что, Катюха? Развернись ко мне Вот очень опасная ситуация, как раз тебе сейчас пример хотел показать Видишь колея? Тут, как по рельсам, очень тяжело из неё выехать У тебя просто машина ни влево, ни вправо уходит Ну, там, где тебе нужно выехать, ну, на поворотах Обычно это колея, уже её нет, то, что колёсами все растоптали А вот именно здесь, если куда-то повернуть, то, конечно, да Ну, помнишь, вчера я пытался на Шкоде вот сюда залезть? Ну, просто не давала, и всё Да Потому что машина не такая высокая, как вольвешник И мы встали в жопе мира как раз Потому что там, ну, более-менее можно встать, не откапываться Я не знаю, смогу ли я ездить уже как водитель, да, за рулём Когда получу права зимой Но для экзамена, в принципе, такая погода, это не так плохо, как я ожидала Едешь медленно, никто тебе не предъявит за то, что ты едешь медленно Потому что погодные условия, не обязательно разгоняться Потому что, когда ты летом сдаёшь экзамены, едешь медленно, там, не знаю, 30 км в час Вопросы появляются, а сейчас нет, да Вопросы появляются, почему так медленно? Ну, единственное, в чём сложность, это параллельная парковка, вот это всё гараж Это правда Потому что летом это можно сделать между двух машин и по зеркалам Как бы ты машины видишь и нормально паркуешься А зимой возле машин обычно не дают парковаться между машин И ставят конусы на территорию автошколы Вот, и я буду парковаться, получается, между конусами А это сложнее, потому что зеркала конусы мелкие, типа, сложнее заметить, чем тачку Как-то так Вот такие у нас новости Изначально думали, что Катюха сдаст всё до Нового года И в автопутешествии мы уже поедем оба с правами Но как-то не получается, плюс я увольняюсь с работы И поедем мы раньше Чё? У меня из-за операции как-то не получилось Да, из-за операции всё как-то разом наложилось Восстанавливалась Катя дольше Потому что, ну, опять же, рассказывала Швак, там, еда застревала Всё это болело у Кати несколько дней Она, ну, не в себе была Не высыпалась и так далее Ничего не учила Ну, поэтому сроки сдвинулись вправо Помощница моя Катя иногда вообще по кайфу почистить снег Ей нравится и смотреть, как я это делаю И сама не прочь взять щётку и вот так вот почистить Я просто варежки забыл Ну, и чуть-чуть позамерз, пока записывал предыдущие там несколько минут видео Потому что я вот так на вытянутой руке это делал Ну, и на улице минус 7 В такой температуру рука через несколько минут отваливается Ой, молодечка Пока едем за кофе, решили немножко поболтать Мы только что такую интересную тему затронули, что вот когда мы стали взрослыми То зима, ну, не так скажем, позитивно влияет на тебя Холодно Нужно чистить машину Ты напрягаешься по обуви, чтобы это всё не промокло Какие-то подштанники и так далее А в детстве это было что-то То есть, когда не было снега зимой Мы, будучи детьми, просто тосковали и плакали, можно сказать А когда снега была навалом, это всё Домой не загонишь Санки, ледянки, всё вот это снежки, снеговики Это так прикольно было Как нас родители закутывали, да В эти все комбезы Тебе никогда не было холодно Вот как сейчас мы постоянно ноем Холодно, холодно лицо Тогда вообще похер Просто, блин Говорю, я приходил домой, помню У меня вся спина мокрая была Потому что я носился и не замерзал Вот такие перчатки, которые все во льду были Просто максимально висели Мама, я пришёл Весь, как это, в снегу Но при этом не было тепло Нашла в интернете Брилси, увидела То, что в Москве открылась какая-то тюбинговая горка Ну, то есть, на этих тюбинговых, ну, на кружочках, плюшках Можно кататься И если бы мы с собой туда поехали Вот до поездки на Кавказ, да Сгоняли бы на эту тюбинговую горку То нам бы тоже вряд ли было холодно Потому что там движение, стопоактивность Возможно, возможно Я знаю, что в Подмосковье есть такие же трассы То есть, можно найти Ну, говорю, я когда проёбываться уже буду В 18-м у меня в понедельник последний рабочий день И в будни вот так вот мы можем куда-то скататься И попробовать И ещё в парке Горького очень классный каток сделали А я тебя видел, видишь? Да, там подогрев попки есть Ну, скамейки там, чаёк дают Надо свои коньки купить На самом деле Потому что в аренду я человек немного брезгливый Если вдруг кто не знает Можно, да, попробовать, посмотреть Главное, чтобы погода позволяла Потому что в ближайшее время говорят, что будет аж плюс 3 И всё будет течь В такую погоду, конечно, кататься это уже не очень Потому что там ты промокаешь моментально Если грохнешься с этого тюбинга в снег Это всё сразу Закончили упражнение Напишите тоже в комментариях Я думаю, тема интересная Как вы кайфовали зимой в детстве Мне кажется, вот такие меморисы Это прям прикольная тема Иногда будем поднимать А ещё, кстати, я недавно смотрел Блин, забыл фамилию профессора Который занимается биологией, биохимией мозга Почему в детстве всё так ярко и классно Прошу я тебе бы рассказал А, да, про гормоны какие-то То, что у детей вырабатывается гормон По типу опиоидов Детский кокаин до момента полового созревания Именно поэтому все счастливые Всё нравится Всё такое яркое, интересное Какие-то заурядные вещи Которые взрослым кажется Чуть за херня Детям всё это интересно Вот этот там, не знаю, палку нашёл Вот как у меня в детстве А весело Сейчас, ну, я подумаю Что за дебилизм И потом мозг перестраивается И наступает как бы суровая реальность Вот такой интересный момент Есть площадка, на которой я в детстве постоянно играла И мы столько Ты можешь на себя камеру повернуть Столько там мы всего придумывали То есть Там, допустим, стоит какой-то из металла кораблик Качели, паутинка Там космодром небольшой с горками Ну, стандартные вот такие вот развлекухи для детей Мы придумывали свою игру И никогда нам не было скучно Там стояли яблони Мы по ним и лазили Там в этих яблонях были, типа, такие дуплы И мы там, типа, супы варили Листья, лепестки ромашки Там всякие сорвали туда И вот так месили вместе с песком А это был суп Вот Потом я туда приехала уже не в детстве А в таком, ну, подростковом возрасте Мне было лет 15 Мне уже эта площадка не так была интересна Мы просто сидели на каких-то лавочках с друзьями Играли на гитаре Ну, это тоже какое-то такое атмосферное занятие И потом я туда приехала уже с Андреем в 19 лет И уже все Уже совершенно другие ощущения То есть Я вспоминаю, как было там в детстве Как там было в подростковом возрасте И сейчас я смотрю и думаю, блин, все такое тусклое Такое неинтересное Как я здесь... Унылое, да Как я здесь могла вот так вот радоваться и кайфовать Я не понимаю Тысячи игр мы придумывали только с одной паутинкой Это было очень весело Сейчас я смотрю на это и думаю, блин Ну, просто железная арматура стоит какая-то Почему нам так было весело? Сейчас уже ESP не работает Ну, вот буквально там 30 секунд назад у меня тут все желтым горело Такая она, на самом деле, опасненькая Особенно для новичка-водителя Непонятно, что делать Особенно, если машина в горку не едет и скатывается Вот что делать? Ничего Останавливаться Выпрыгивать из нее? Спаркинг-ручник Ну, да, только это и остается Ну, на том, спаркинг-ручник И я не знаю, что делать дальше Такому меня жизнь не готовила Да А в школу тем более Поэтому тут в идеале, когда вообще никого нет И с разгона так, знаешь, вылетаешь Вот Ну, не всегда получается Как говорится Раз, два, три и в кювет Да, типа того Прикольная еще тема вспомнили касаемо зимы и катания с горок Это мы сейчас в магазине просто видели ледянки дешевские Ну, мимо проезжали Да, и начали обсуждать Вот у меня в детстве была мечта Это снегокат Мы жили небогато У меня его не было Но я очень хотел И мое развлечение Это картонки и пакеты были На самом-то деле Вот И вот таких поджопников Ну, их тогда не было Просто в продаже То есть они сильно позже появились Да, я вижу, вижу, да Что чуваки переходят Да я еду Такое, 10 километров в час Все нормально Все под контролем И у тебя, соответственно, тоже была такая мечта, да? Ну, я снегоход, снегокат никогда не хотела Я хотела себе плюшку Вот А мне покупали Помню, ну, ледянки У меня было несколько штук Но они всегда, блин Первый, второй раз Я вот катаюсь И они ломаются Они замерзают на морозе И как-то, ну, трескаются Это дешевый плащик Дешевый, да Прям Китай Вот, а я хотела плюшку Но что-то как-то дело до плюшки не дошло И я вспомнила то, что Там в детстве, да На картонках, на пакетах катались А потом, когда я подросла Мне уже было лет 17 Перед отъездом в Сочи Ну, я в Сочи переезжала учиться Перед отъездом в Сочи Лет в 17 Мы что-то встретились с друзьями Ночью Где-то в 12 час ночи И у нас в Брянске есть курган Это как бы В общем, есть такое место За этим курганом Была огромная горка Уже накатанная детьми Вот А у нас не было То есть мы не собирались идти на эту горку Это произошло случайно И у нас не было ни ледянок Ни пакетов Ни картонок Ничего Мы хотели покататься И рядом с этой горкой Стоял маленький домик Возле него лежали бревна Которые были накрыты Таким черным плотным Плотным брезентом И мы, короче Вот Андрей сказал Ну, это ткань была или Это как целлофановый пакет Только очень-очень плотный Ну, это как мешки для мусора Плотные Да, очень-очень плотные Да, черный И я Андрею рассказала эту историю Он сказал мне Что вы как вандалы Мы, короче, ключами Ну, от квартиры Резали этот брезент Которым Целлофан Ну, да, целлофан Который накрывал бревна И вырезали квадратики И на них катались Вот Меня очень стыдно за это Извините Конечно Бревна намокли Из-за этого Ну, то хотелось покататься Мы такие веселые были В тот момент Такое настроение было хорошее А кататься не на чем Ну, выкрутились Как смогли На жопе покатались А там снег был Знаешь, какой-то Очень такой Вроде накатанно Но ты не скользишь Типа ты садишься Вот на куртку И сидишь на месте И надо было Что-то скользкое И вот мы Ну, хорошо покатались Ой, отлично вообще Там, правда Девчонка Одна подружка моя Там, получается Идет горка А если ты сильно Прям далеко улетаешь То дальше идет Вниз спуск И на этом спуске Прям деревья растут Ну, прям вниз Овраг такой И вот она туда Чуть не вылетела Мы так все просто Смотрим на это И такие Блин, нет, пожалуйста И она прям ногами Максимально затормозила Прям перед оврагом Перед этим То есть она туда уже Прям в наклон пошла Короче, детство Это весело Ну, покатались Какая же радость, ребят Недалеко от дома Поставил тачку И не пришлось Заползать На очень высокий Снежный Бордюр Идеалити Просто идеалити Без камеры Без камеры Без камеры Без камеры? Размяться Ну, ты можешь и без меня Ходить Санди Нет, это просто Ты сейчас Манипулируешь Чтобы одной Сюда не переть Потому что Реально далеко Короче, взяли масло Очень дорогое Ну, конечно Это дотеровское Сколько я сейчас Заплатил? За 5 миллилитров Катюхи сказала Все, не увлекайся особо А, не, не пройдет Там сугроб большой Я считаю, что это очень дорого За милипиздрический флакончик Два косаря Это прям жесть Ну, это же масло Не которое нужно в кожу втирать Его нужно нюхать Можно одну капельку добавлять Там в ванну Или в свечку Или еще куда-то Разберять Так что надолго хватит Я надеюсь Потому что Если тебе еще 5 флаконов Надо Это 10 тысяч рублей Ну, как бы для масла Ну, обычно я привык Там флакончики По 300-500 рублей Мы даже на Кукете Видели эти натуральные масла Они дешевле стоили Фух Сейчас еще нормально идти Хотя бы в нашу сторону Туда шли Снег в лицо Не то, что нытик Просто Это твое дело А не мое А участвую я Заплати Сходи Понимаешь? Когда эти проводочки В онлайн трейдинге нужны Я иногда за ними сама хожу Че? От машины Три шага А тут знаешь сколько Ой, как хорошо Думаю, тепло Давай я хоть занюхаю Че я там купил За такие бешеные Тысячи Прикинь, мне не понравится Запах Вот это будет Просто ха-ха Нити бешево Аромат Вот такая маленькая пипка Мятая что ли просто Там несколько масел На конфету похоже Которую сосалка Это, блин Взлетная Полетная Как она называется Которую самолеток дают Не знаю Да Реально Я такое не пробовала Все Год тебе Все, мотивируешься уже Чувствуешь Как, короче Сейчас пойдешь Монтирую И до утра Да Нужно понюхала Масло И все Ладно, все Шутки в сторону Мне надо В дамскую комнату Подскажем Просто издевается Я? Нет А мне тут Катюха на ночь глядит Делает пельмешки Очень захотелось Время Первый час Ну почему бы и нет Если организм Трема Ну Ты же сам не поправляешься Ну я толстый А ты худая А почему ты раньше Другой был? Почему ты со мной Именно поправляешься? Ты меня кормишь Потому что Так ты сам просишь Ну я не знаю Ты сама любишь похомячься Я смотрю на тебя И копирую Вы меня извините Ладно Ничего страшного Еще хотел показать Как думаете Что это такое? А? Никогда не догадаетесь Я Не, не Понятно Что это не колонка Не пауэрбанк Все проще Как она открывается? Смотрите Все проще Просто крышка Вот так Это мыльница Дорожная Похожая на Маленький чемоданчик Вот тут Такая решеточка Есть Чтобы все стекало И здесь лежит Брусочек Мы когда поедем Будем использовать Потому что обычно У меня мыло Хранится в коробочке А когда оно мокрое Коробка размокает Да Да Со временем Да И как раз Знаешь что Хотел сказать Что вот это мыло Офигенно Ребят Попробуйте Очень прикольно Причем я это заказала Сегодня Андрей днем Немножко дреманул Я приезжаю Такая Он ко мне сонный Подходит Говорит Смотри что купила Он такой смотрит Я показываю что это мыльце Он такой Ну и зачем это надо Всегда в коробке лежала Все нормально было Что это такое Мне надо было подумать Я не проснулся еще 500 рублей всего стоит Хорошая штука Важная Я говорю Я всегда Всего Всего Да Я всегда Все поездки Там не знаю В лагеря В санатории На море Всегда мыльницу брала Как можно в коробке Картонно мыло хранить Оно же ну мокрое Тут кладешь И эта коробка Потом на мыле Остается вся прилипшая Фу Так намного Егенично И удобнее И красивее Да Что самое интересное Я буду Со сметаной Заодно Зацените Что у нас тут В холодильнике лежит Мне надо Мне надо А какую именно Надо есть Ближайшая Вот это годно До 15 числа А сегодня какое А еще годно Да Сегодня день конституции А не Уже 13 число Юридически Ты мне маслица Добавишь Чуть Оно в над ней лежит Я уже добавила А Поем Все Приятного аппетита На ночь глядя У нас тут на улице Снова зимняя сказка Давайте вам покажу Сколько хлопьев Сейчас летит Вообще Есть конечно И плюсы И минусы Ну естественно Минус это то Что придется Откапывать тачку Но очень красиво Сейчас какой-то Приближается к Москве Или он уже Вот в действии Циклон под названием Баня И сугробы Обещают До 50 сантиметров Друзья Мы тут собираемся Сейчас поедем В гости К маме На пару дней Я завтра поеду В офис От нее там ближе Пробок нет Поеду на метро На котором я езжу Раз в полгода Собрал себе рюкзачок Беру с собой Коврик для мышки Потому что буду У мамы монтировать На ноутбуке Так удобные Катюшка Вот тут Смотрит Смешными носками Которые мы Мэр Тормейли Купили А в пятницу Соответственно Ты поедешь На обучение Вождение Вот И сегодня Обсуждали тему Касаемо Невыплатывания премии Заработал С двумя командами Период Когда я был в Таиланде На самом деле Вот это Наверное Меня злить Больше всего Обещали премию Ничего не дали А я считаю Все это время Пока был в Таиланде Напрягался Не всегда успевал В какое-то кафе Ты мне еду привозила Ничего за это не получил М? Печалька Мы сегодня с Катюхой Настоящая команда Чистим две руки Я водосгонкой Катя дал щетку Потому что снег нападал Очень много И обратите внимание Какой сугроб Вырос прям На глазах Ацы А? Ага Ты чувствуешь Чем пахнет в машине? Пока что нет У меня нос умерз А я чувствую Свеклой Там свекла и чеснок Знаешь почему Чесноком еще пахнет? Почему? Потому что он не просто Короче Я отварила свеклу Положила их в ледяную воду Думала что она успеет Достать пока я до озона ходила Возвращаюсь Кладываю свеклу Холодную из воды В контейнер И сверху Ну я вытянула полотенечку Сухую свеклу Кладу в контейнер И сверху Там несколько этих Головок чеснока Положила Вот И закрыла крышкой А потом смотрю На крышке капельки Открываю А там все горячее Блин И чеснок он прям пропарился Поэтому это будет пахнуть чесноком Короче У мамы Катюха будет Как вы поняли Делать Как правильный Ну просто свекла Чесноком И мы назовем Просто свекла Все Ну что погнали Пробуем выбраться Давай Другая дата Катюшка уже прогрела На машине Да Минус 11 градусов Я думал теплее Норм? Да Норм конечно Зимние дворники Я уже из раза в раз повторяю Великая штука Ну что Катюх Пробуем Давай С разгону Да не вообще изи Ой Только мотают конечно машину Все Супер Самое главное Что не пришлось мучиться И надо маме набрать А то она же даже не вкуса Что мы к ней едем Да Сейчас 19-15 Нормально Приедем наверное К 8 где-то Может чуть позже Да Сейчас самое главное Посмотреть на навигатор Чтобы мы не совершили ошибку Надо по платке поедем Давай я тогда свой подключу Да конечно На обжары с тобой Какие-нибудь Ты вот спрошусь Чего я толстый то По себе Это все да Никогда я не скажу Все время видишь Во вкусную точку Что нибудь берем Ну и вот А раньше ты не ездил Так в вкусную точку Так часто нет А что это ты со мной ездишь Сюда так часто Ну знаешь Я скажу так Я бы сейчас не ел Но ты сказала Что будешь себе Вкусный бутербродик А что ты за мной Мне можно Мне нужно выбраться Копирую Видишь ты не набираешь А я набираю Ну а я не набираю Поэтому я себе Беру как можно больше Стараюсь Блин тачку так ведет Вообще Снегопад Это такой лютый Еще и 11 градусов Я конечно повторяюсь И прям корка льда При поворотах Не очень так уютно И комфортно Я бы сказал Все друзья Едем к маме Пьем кофеек Едим И может быть Что-нибудь включишь Даже Да Интересненько И мне еще Мне очень интересно Ребят Напишите пожалуйста Кто смотрел Сериал Вот это все Самое нашумневшее Слово пацана Кто не смотрел Еще остались люди Которые его еще не видели Мне очень интересно И я Мы еще не смотрели Но при этом Мы уже знаем Про чешпана И я тебе на кухне Все и говорю Ну что чешпан Как дела Ну все офигевше просто Так вот инженекция Относится Ну ладно А ты сама Ты иногда Это ребят Ни в коем случае Не думать Что она такая Вся корректная Иногда Тоже ко мне подойдет Слышь ты И пес Говорит Че ко мне Не подходишь И еще скажи Что это неправда Ну пес Может быть Один-два раза За два года Я тебе так сказала Ну бывает Я там типа Дрон-дрон-дрон Или просто Может подойти козел Так что Не думайте Что я какой-то Объясняю Это вообще Объясняю Полный Полнейший А псины Мужи Нормально Да Типа Ну пес Какая разница Ты мне так же Говорит Так что я От тебя это взяла Есть на кого равняться Так ты Отмазываешься Я офигею Над тобой Друзья Ну и мы Резко перемещаемся Домой Я тут буду Параллельно Одеваться И вам рассказывать Я вчера Сгонял в офис Подписал заявление На увольнение Плюс акт Приема-передачи По поводу Ноутбука Но пока У меня на руках И в понедельник Я снова Поеду В офис С утра Для того Чтобы его сдать Вот такие дела Так что в целом Попьем кофе Попьем кофе Попьем кофе Чистим А так в целом Отвечаю на вопрос Как я в целом Нормально Настроение хорошее Я в предвкушении поездки У меня собеседования уже идут В общем все круто Буду ждать Нашего путешествия Ну и потом уже выходить На новую работу Все расскажу Покажу Как обычно Ну такая девушка пришла Пирожков принесла Ты сейчас снимаешь? Да Как тебя встречаю Ну что Рассказывай Ножки замерзли Капец Я тебе подогрев Все включил Ой, спасибо Как селедка в банке Просто вот так Вот вся зажатая Два часа Понимаю Сдавай направо Быстрее Будешь как? Ой, даже скорее бы Я в понедельник походу Еду теорию сдавать В автошколе А в четверг В ГИБДД Теория Ого Прикольно Мы еще не уедем до четверга Ну видимо нет 18 понедельник Уходишь с работы 19 21 четверг Ну желательно После этого уже Валить После четверга Ну понятно Но я могу если что Отменить экзамен В ГИБДД И Ну у меня его еще Не назначили То есть я могу сказать Что я после нового года Зам теории В ГИБДД Как хочешь Если хочешь уехать до 21 Ну подумай Подумай Посмотрим Мне до понедельника Надо сказать Скажешь, ладно мне Хорошо Выходные У меня во вторник Собеседование А потом я Свободен Хорошо Биваю Катюхе ноги В автобусе Ехала Замерзла Это со стороны Правда Странно Немножко Ну ничего Оставайся Так Сейчас еще Чуть погрею Здравствуйте Да, карты У меня спринга Почему? Чтобы девушка Сейчас увидит Что я Тут такая Носочки Во-первых Сушу Ну не сушу Они мокрые Просто очень холодные Они замерзли А тут как бы Тепло Дует И ножку на Андрея Закинула Мне как А мне не нужно Не ловь Спасибо Сейчас пока Дождемся Заказов Закрою Давай Ну как хорошо Теплышко Не пришлось Долго ждать А то вообще Пальцы окоченели И еще Подогрев Подогрев Попки Врубили И я Ноги вот сюда Кладу на сиденье Чтобы Путь как-то Согрелось Ну Есть Вообще Разница Конечно Это теплее Дайте Ой Так Ножку Убирай Отстань Тебе Мне Я вообще Целый день Трындел По работе И Толком Наж не поел А горьше Чудо Выпил Все За целый день Да Реально Ну что Как этот Как тот самый У меня были Какие-то Созвоны Потом Я с ребятами Посидел Потупил Вот И Ну Собственно Два Собеседования Поэтому Я наверное Снимаю тебя Отвратительно Мне нужно Достать Сахар И Размешать Я тебе Контент Записываю Контент Помощница Помощница Ты все правильно Поставил Мне Да Все Да Все Правильно Я кажись Поставлю Все Блин В некоторых местах Смотри Просто отсутствует Асфальт Ага Носочки Сушатся Кофеек Сейчас Размешается Андрей Рулится Я Греется Уже Вторая Авария Вот За Несколько Минут Просто Бьется Такое Сугробище Здесь Ничего Себе Да Я сегодня На вождении Была Не знаю Ты рассказывал Ну я Теркодо Встретил Ну как Это Токмашина Вообще Как по реке Блин Тудым Судым Тудым Судым Вела Да Но это У меня получается Второе Вождение По такому Лютому Снегу По каше И вот Второе Занятие Подряд Я ощущаю Что на поворотах Надо Прямо На минимальной Скорости Это все Делать Иначе Жопка Такая Там Передний Прилод На самом деле Все Поэтому Жопку Наверное Заносит Поэтому Надо Максимально Тормозить И то Плавно Тормозить То есть Когда резко Тормозишь Тоже Как-то Ты Пробуксовываешь Короче Да Есть Свои Особенности Я же Не Не Водитель Пока Что И Для меня Это Все В новинку Я каталась Только По Сухому Чистому Асфальту Все Вырубаю И по Влажному Тоже Не Ну По Влажному Да Но Не Было Вот Этой Ну Скользко Не Было То Все Рано Было Хорошее Сцепление Может Шины Типа Хорошие Я Не Знаю Ну Вот Сцепление Было Отлично Ну Скорость Небольшая Честно Ну Что В аквапланирование Какое Попасть Такого Ты Не И И И И Чем Ты Говоришь Вообще Я Про То Что Как Я И Быстро Ты Тоже Помнишь Ехала Было Дело Было Дело Но Все Рано Сцепление Было 92 Даже Шумахер Садочка Была Садочка Не Помни 92 Я Снимал Просто Не Садочка Была Сто Процент Я Кушать Кушать Да Надо Забирать Свою камеру Сейчас Опять Стояли В пробке Минут Наверное 10-15 Фуры Не Могут Забраться Тут Конечно Не Сильный Подъем Но Тем Не Менее И Видели Как Трактора Тягали Эти Фуры Потому Что Не Получается У Них Снова Показываю Вам Этот Подъем Блин Жалко Там Таксист С Разгона Едет Потому Что Когда 18 Км В Час Тут Надо Поддать Газку Зачем Мы Не Заедем Да Все Начинает Желтая Работать Есть Спешка Вроде Не Буксует Блин Я Не Знаю Как На Фуре Здесь Заехать Мне Кажется Нереально О Снова Чуть Подбуксовывала Не Норм Норм Прошлый раз Мы хуже Здесь Проезжали Потому Что Впереди Ехала Машина Очень Медленно И Я С С Места Просто Буксовала Друзья Я Этот Кусочек Уже Снимаю На Следующий День Как Под итог К Этому Длинному Влогу Короче Смотрите В понедельник Ближайший Я Соответственно Сдаю Уже Компьютер И Фактически Бездельник Во вторник У меня Будет собеседование На новую работу Но детали Пока не буду Рассказывать Также В понедельник У тебя Внутренний Экзамен Теория В автошколе В четверг У тебя В ГИБТД Теория И после Нового года Ты будешь Практику сдавать Это я к чему веду Что в четверг Скорее всего Мы поедем На Кавказ Может быть Я до этого Времени За три дня Еще какой-то Вложек Сниму Но не уверен С собой Беру компьютер Буду монтировать По возможности На самом Кавказе Но точно не знаю Да Поэтому Как бы не обессудьте Но понятно Что ролики выйдут Какого-то четкого плана У нас на Кавказе Не будет Будем хаотично Двигаться Да По настроению Но единственное У нас забронена Гостиница В Грозном С 30 декабря По 3 января Я к тому Ребята Если вдруг Кто-то из пар Тоже будет в Грозном На Новый год Обязательно пишите В личку Можем там Сконнектиться И Что-нибудь поделать Там Новогоднюю ночь Или куда-нибудь Потом На тачках Сгонять Вот Поэтому Телега у меня Простая Либо можете В чатик Ну Короче Как вам удобнее В общем Пишите И Следующий влог Я вам покажу Как собираю тачку Да Наверное Опять Правда Я уже это показывал Что мы там будем покупать Всякие вкусняшечки Я сделаю ровный пол У меня эти дощечки Все лежат Под диваном Я это все Скручу Ну и Поедем Все Так уже хочется Вообще не могу Надоели пробки Хочется дороги Вот какого-то такого Вайба Автопутешествия Заправок Вот это все Хот-доги Да На На Лукойле Я не помню Просто какие-то Больше любишь На лукойле Ложка 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 за маму В Ростовской области Да Все это будем показывать Рассказывать И Передадим вам Этот вайб Автопутешествия Ну вот Такой влог получился Все Друзья Я опять же призываю вас Если вам не сложно Ставить лайки Писать комментарии Потому что это правда Очень сильно мотивирует Я на просмотры И подписчиков В последнее время Не смотрю Но очень жду Ваши реакции Нравится вам Не нравится Ну и Я надеюсь Вы заметили Что с экшн-камерой Из-за того Что она маленькая Ее очень легко Засунешь в карман Ну я достаточно Длинные влоги снимаю Почему-то у меня На Canon Не хватало мотивации Ее каждый раз Доставать Она большая Влоги были По 10 Ну под 15 минут Да А тут я прям 35-45 минут Вообще В легкую Ну и много Конечно Болтологии